МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Дома Мария Бутина вернулась в Барнаул. Обману быстро-дорого. Кто наживается на нуждающихся в жилье молодых семьях? В зоне риска в день борьбы с инсультом выясняем, как уберечь здоровье. Мария Бутина, уроженка Барнаула, которая провела полтора года в американской тюрьме, сегодня вернулась на малую родину. Напомним, в заключении она находилась по обвинению в угрозе национальной безопасности США. Ей пришлось признать себя виновной, иначе заключение девушки могло бы длиться годами. Освободили Марию еще 25 октября. Сначала она прилетела в Москву и лишь сегодня утром из Санкт-Петербурга в Барнаул. Наша съемочная группа планировала встречать девушку, но ее отец попросил не создавать ажиотаж, поэтому встреча в аэропорту прошла в тесном семейном кругу. Однако мы все-таки планируем пообщаться либо с самой Марией, либо с ее родственниками. Чуть больше года продержалась на посту главы Каменского района Евгения Гордиенко. Депутаты районного собрания сняли с нее властные полномочия. За отставку проголосовала больше половины. Напомним, она приступила к своим обязанностям в сентябре прошлого года. По мнению многих жителей, с приходом Гордиенко ситуация в районе улучшилась, но многие народные избранники заявляли, что, к примеру, она не смогла решить проблемы во время отопительного сезона. Окончательно судьба Гордиенко не решена. Ряд депутатов уже заявили, что отзывают свои голоса против. Тем временем, общественники Камня на Абине согласны с решением в поддержку бывшей главы в соцсетях развернулась целая кампания. Адвокаты осужденных за убийство Барнаульца Михаила Седова подали апелляционные жалобы на приговор. Защита надеется оспорить вердикт присяжных заседателей, которые ранее единогласно признали фигурантов громкого уголовного дела виновными в жестоком преступлении. По данным «Комсомольская правда» в Барнауле, первой подала жалобу адвокат Михаила Поспелого Елена Жмаева. Напомним, ему назначено 18 лет колонии строгого режима. Защита просит оправдать осужденного, настаивая на его невиновности. К слову, защищать Поспелого также начал известный в край адвокат Виктор Чумаков, который берется за дела бывших правоохранителей и чиновников. Подал апелляцию адвокат второго осужденного. Рассматривать их будут в пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске, а затем можно направить кассационную жалобу в Верховный суд России. Напомним, суд установил, что год назад, желая похитить и продать машину, преступники жестоко убили Михаила Седова. Приговор Поспелого в 18 лет колонии строгого режима, а Кочергину – 16. Продолжаем выпуск. Программа «Молодые семьи» в городе работает недостаточно эффективно. Многие выпадают из очереди, что называется, по выслуге лет, так и не получив заветного жилищного сертификата. Это толкает отчаявшихся людей в руки мошенников, которые обещают помочь буквально перепрыгнуть в начало очереди. Как не поддаться соблазну, расскажет Андрей Дреер. Молодые семьи бьются за право получить жилищный сертификат от государства. Вот и на прошлой неделе общественные слушания по этому вопросу не обошлись без скандала. Город выделяет слишком мало средств на реализацию программы. Об этом хорошо знают мошенники в интернете. Присылайте ксерокопии паспортов и свидетельства о рождении детей. Остальное мы сами сделаем, чтобы вас признали экстренно нуждающимися. Так, мошенники предлагают, цитата, не терять лишние года, а приносить документы и деньги. А их грамотные специалисты помогут преодолеть очередь. Татьяна Абашина, участница программы «Молодая семья», попыталась вывести мошенников на чистую воду. Я ей пишу, что как такое вообще возможно, пишите подробнее, потому что понятия экстренно нуждающихся в целом в принципе нет. Вот, на что она поняла, что я ее развожу просто на разговор. Она меня забанила, удалила переписку, все. За перемещением в очереди мошенники требуют 15% от суммы сертификата. Важно, оплату просят принести уже после того, как семья получит документ. Такое многих подкупает, но, как уверяют ответственные за очередь, чиновники – это ловушка. Человеку говорят, что вроде бы по факту оплата будет происходить после получения сертификата на руки, но во время якобы своей работы мошенники тем либо иным способом вынуждают молодые семьи на привлечение определенных рода сумм. За последние только два года двух людей были осуждены по статье о мошенничестве и на сегодняшний момент обывают свои срока. По официальным данным, в этом году сертификаты получили 134 барнольских семьи. Не так много, учитывая, что в очереди их больше 5000. Но все же, соглашаясь на условия мошенников, вы можете потерять не только года, но и деньги. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. На Алтае тем временем возводят 92 многоквартирных дома. 84 из них пока по старым правилам с использованием средств удольщиков. Но обманутых людей, которые вкладывают свои средства в будущее жилье, в Крае впредь быть не должно, заявили на днях представители госинспекции Края. Можно сказать о том, что все существующие долевки по состоянию на сегодняшний день, они защищены. Объекты, которые возводятся по старым правилам, они защищены компенсационным фондом. А объекты, которые возводятся по новым правилам, они защищены таким понятием, как счеты скроут. То есть охраняет их банк. Компенсационный фонд будет использован в случае банкротства строительной фирмы. Ну а на эскроу-счетах в банках средства жителей теперь хранятся до момента сдачи дома. И забрать их застройщик может лишь после ввода жилья в эксплуатацию. Правда, новые правила строительства пока не особо прижились на Алтае. И по-новому у нас строят на данный момент лишь пять домов. Несмотря на то, что закон обязал строителей работать на свои или кредитные средства, банки не спешат кредитовать строительные организации. Будет ли расти впредь стоимость квадратного метра в домах, которые возводят с использованием эскроу-счетов, представители госинспекции сказать затруднились. Так как таких домов, напомню, в Барнауле всего лишь пять. Ну а между тем, в Барнауле закончен ремонт дорог. По национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Сегодня в краевой столице открыли отремонтированный участок по улице Солнечная поляна. Построили его быстро, четыре полосы, протяженность 800 метров. Вложено почти 150 миллионов рублей. Строительство полотна началось в июне этого года и должно было завершиться в следующем. Но подрядчик ускорился и объект сдали уже в октябре. Появление новой дороги позволило перенаправить транспорт из микрорайона Солнечная поляна и снизить загруженность других улиц. «Разгрузить дороги просторную, жасминную, в конечном итоге Павловский тракт. Вот что сегодня для города Барнаула эта дорога». «Здесь было полностью предназначено работы по устройству земполотна, по прокладке ливневой канализации коллектора, по устройству дорожной одежды, асфальта бетона, сеть освещения, тротуары, газонная часть, озеленение, посадка деревьев». Больше 50 компаний из России, Чехии и Германии. Международная сельскохозяйственная выставка «Агроэкспо Сибирь» открылась сегодня в Барнауле. Главная задача – познакомить аграриев с современной техникой для растеневодства, а также животноводства. Здесь можно наладить деловые отношения, заключить контракты на покупку техники и сельхозпродукции. В списке производителей не только российские, но и зарубежные представители. Для них «Агроэкспо Сибирь» – это отличная возможность показать товар лицом. «Мы для этого подготовили специальные бренды семена, которые мы продаем, потому что основным направлением немецкого семенного альянса является импорт, либо российское производство семян, культур, которые мы продаем здесь, и уже, соответственно, продажи этих семян». Добавлю, что выставка продлится до 31 октября, вход бесплатный. К другим темам. Инсульт может коснуться каждого. Болезнь поражает и пожилых, и молодых, и даже детей. И в Крае ежегодно ищут новые методы лечения и профилактики. Словно петарда взорвалась в голове. Так Лариса Васильевна описывает, что она ощутила, когда случился инсульт. Предпосылки были – гипертония, возрастные изменения сердца. Плюс стресс, смерть родственника. Тем не менее, Лариса Васильевна быстро оправилась. Всего две недели интенсивного лечения, и она готова к выписке. «У меня все слушалось, только сильные головные боли были. Лучше к себе относиться надо. А я еще такая шебутная, что все, могу ходить, значит иду». Лариса Васильевна сама ходит и говорит, так везет не всем пациентам, перенесшим инсульт. Многие полностью теряют контроль над телом и учатся всему заново. Врачи говорят, что количество инсультов с каждым годом растет как среди пожилых, так и молодых. Одна из главных причин – малоподвижный образ жизни в совокупности с вредной едой, алкоголем, курением. «Если есть нарушение сердечного ритма, гонцательная ритмия, то можно рассчитать риск инсульта у каждого конкретного больного. Если мы имеем дело с патологией клапанов сердца, конечно, это фактор риска инсульта. Если клапан сердца прооперирован и стоит уже искусственный клапан сердца, это тоже дополнительный фактор риска». Можно сказать, что инсульт – это следствие, а не основное заболевание. Любые проблемы с сердцем и сосудами – автоматический риск. Кстати, частая причина распространенного ишемического инсульта – тромбы. Самостоятельно их не обнаружить, поэтому врачи рекомендуют время от времени делать УЗИ сосудов. В этом году в Краевой клинической больнице появился новый метод оперативного удаления тромба через специальные зонды. «Либо это спецсетки, которые улавливают тромб на себя и вытягивают его механически, либо это аспирационные так называемые системы, то есть системы отрицательного давления. За счет отрицательного давления тромб, грубо говоря, высасывается из серебральных сосудов». С помощью операции тромб удаляют из сердца или головы. Она длится от 20 минут до 2 часов. Зависит от возраста пациента и положения тромба в сосуде. Кто-то обходится тромборастворяющими таблетками. Но профилактика инсульта – не только удаление сгустков крови. Неврологи рекомендуют обследоваться, принимать положенные лекарства и самое элементарное – вести здоровый и умеренный образ жизни. Потому что от взрыва петард в голове, как у Ларисы Васильевны, никто не застрахован. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Тараканов он никогда не жарил, но свинину в кисло-сладком соусе тушат, как именитые шеф-повара. Бывший студент технического университета в свое время не смог прожить в Барнауле без родной китайской кухни. Позже вернулся в краевую столицу уже как предприниматель и открыл здесь кафе быстрого питания. Так что такое настоящая китайская кухня и почему в Барнауле проще развивать свой бизнес, узнаем прямо сейчас. Ложку две. В Алтайский край Лью Чи Цян приехал еще пять лет назад, чтобы получить образование в техническом университете. За это время ему удалось быстро освоить русский язык, найти друзей и привыкнуть к городу. После окончания учебы решил на год уехать в Китай. В Барнаул вернулся уже с образованием повара, китайскими соусами, специями и желаниями открыть свое кафе. Рассказывать, что на ремонт помещения и оформление всей документации потребовалось два месяца. Но в Китае, как выяснилось, открыть свой бизнес было бы сложнее. Там давление, ну типа конкурентов много. Если ты хочешь открывать, перед тобой уже открыли 100-200 кафешек, а здесь что-то не так. Кстати, китайскую кухню россияне уже давно знают и любят. Правда, знания эти порой весьма ограничены. Тараканов они жарят, очень знаю. Еще пельмени вот из китайской кухни они перешли в нашу как бы. Вот и все. Соусы очень вкусные нравятся мне. Их вот это вот из риса лапша нравится мне. Ну не так часто посещаем мы такие рестораны, но все равно где-то предпочитаем покушать. На самом деле китайской кухни не существует. Кулинарные традиции внутри Китая очень сильно различаются. И каждая из провинций имеет собственные блюда. Многие говорят, что вы там кушаете что-то червь или так далее. Я говорю нет. Это разные провинции, разные традиции. А на нашей провинции нет. Так что попробовать лягушек или тараканов вам не удастся. Готовят шейцян из продуктов, которые обычно используем и мы. Мясо, рыбы, картошки, лапши и овощей. Отличаются такие блюда только соусами и технологиями приготовления. Чжи Цян считает, что у русских не все в порядке с аппетитом, так как китайцы всегда заказывают порции в два раза больше. На вопрос, планируете ли вы вернуться на родину, повар ответил – в ближайшее время нет. В Барнауле он намерен не только развивать свой бизнес, но и построить семью. Возможно, с русской женщиной. Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком.